Здравствуйте! Вы смотрите свежий выпуск программы «Итоги недели». Со мной на связи Гарри Дэниелс, управляющий директор компании Life's Quark в Лондоне. На этой неделе данные об объемах розничных продаж США были разочаровывающими. В июне они понизились на 0,3%. Вызвали ли эти данные беспокойство по поводу замедления демпов роста экономики США? В июне объемы розничных продаж действительно сократились на 0,3%. Но в последнем заявлении Джанет Йелла не содержится какой-либо информации, которая помогла бы нам сделать выводы о дальнейших действиях Федерального резерва. Пока что Центральный банк не обеспокоен такими данными об объемах розничных продаж. Тем более для сокращения объемов продаж есть свои причины. «В начале месяца в США прошел праздник – День памяти. Также на этот период выпало окончание учебного года в школах. Свою роль сыграли и погодные условия. На Западе и в Техасе в частности в этот период были сильные дожди. Потому многие люди неохотно выходили на улицу. Конкретно в этом месяце были причины, которые обеспечили понижение объемов розничных продаж. Но я не думаю, что это превратится в долгосрочную тенденцию». Уровень инфляции в Англии снова достиг минимального показателя за последние 50 лет. Это способствовало увеличению потребительских расходов. Некоторые экономисты беспокоятся о том, что низкий уровень инфляции может сохраниться на протяжении длительного срока. Как вы прогнозируете изменение уровня инфляции в Англии к концу этого года? «Все будет зависеть в том числе и от стратегии Центрального банка. Пока что в этом году они не предпринимали никаких действий для того, чтобы контролировать уровень инфляции. Наши прогнозы не всегда совпадают с прогнозами Центрального банка. Но в данном случае мы сходимся во мнении о том, что уровень инфляции будет низким как минимум до конца этого года. Пока что уровень инфляции не был поводом для успокойства для Центрального банка. Марк Карни и другие представители Банка Англии видят такой низкий уровень инфляции, как временные явления. Они полагают, что уровень инфляции снова начнёт расти уже в следующем году. А цены начнут повышаться уже во второй половине следующего года. В целом в промышленной сфере разрыв в уровне производительности постепенно сокращается, и в будущем это выльется в повышение заработных плат. Поэтому я не считаю повышение уровня инфляции поводом для беспокойства, так как повышение цен будет сбалансировано за счёт увеличения доходов населения. Во втором квартале показатели экономического роста Китая превысили ожидания. Они выросли до 7% по сравнению с прошлым годом. Что вы думаете об этом? Сможет ли экономика Китая в этом году достичь целевых показателей роста? Учитывая все заявления правительства и представителей Центрального банка Китая, они намерены сохранить показатель роста экономики на уровне в 7% ещё на протяжении нескольких следующих лет. И они сделают всё возможное для того, чтобы выполнить намеченные задачи. Тем не менее, ранее они уже заявляли о том, что если показатели роста экономики будут немного меньше 7%, то это не станет большой проблемой для экономики Китая. Учитывая все меры, которые они недавно предприняли, они просто не позволят рынку акций подорвать процесс восстановления экономики Китая. Кроме этого, у них есть и другие мощные двигатели экономического роста. Например, в последнее время сфера услуг и сфера недвижимости активно развивалась. Мы также видели усиление экономической активности во внутренней экономике. То есть, в целом, экономика Китая развивается волнами. И я полагаю, что правительство и Центральный банк сделают всё возможное для поддержания роста экономики в будущем. На следующей неделе будут опубликованы протоколы последних заседаний Резервного банка Австралии и Комитета по монетарной политике Банка Англии. Какую информацию вы рассчитываете получить? Многие аналитики полагают, что со временем Комитет по монетарной политике Банка Англии будет занимать всё более жёсткую позицию в вопросе монетарной политики. Но, тем не менее, судя по последним заявлениям Марка Карни, ставки не будут повышены в ближайшее время. Нам следует подождать публикации протоколов августовского заседания, чтобы получить более подробную информацию. В любом случае, этого не произойдёт до сентября этого года. Уже несколько членов Комитета по монетарной политике подтвердили, что они будут голосовать за повышение ставок в ходе августовского заседания. И, скорее всего, количество членов Комитета, которые настроены на ужесточение монетарной политики, будет со временем увеличиваться. Так как многие экономисты считают, что после периода низкого уровня инфляции начнётся очень стремительное повышение цен. Что касается Центрального банка Австралии, то меня, честно говоря, меньше интересуют эти протоколы. Сейчас в Австралии зимний период, поэтому Центральный банк, скорее всего, будет проводить консолидацию своей прежней стратегии и воздержится от каких-либо серьёзных перемен в монетарной политике страны. В ходе предыдущего заседания они решили оставить процентные ставки неизменными на уровне в 2%. Поэтому в протоколах мы не ожидаем увидеть каких-либо сюрпризов. Так что нам стоит подождать, и, возможно, к концу года Центральный банк Австралии начнёт внедрять какие-то изменения. Кроме этого, всё будет зависеть от того, что будет делать Федеральный резерв. То же самое актуально и для Центрального банка Англии. Возможно, они сами это отрицают, но действия Федерального резерва – это один из решающих факторов для будущей монетарной политики в других странах. Гарри, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас ещё множество интересных программ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok